Огромный котлован в центре Террасполя. На месте будущего музейного квартала идут работы. Интерактивные выставки до 30-х годов и находки наших археологов. Все это будет в историческом музее. А пока, как дела на стройке, мы заглянули за высокий забор. Огромный котлован на месте будущего музейного квартала. Здесь будет одно из зданий. По проекту тут расскажет об истории Приднестровья. Сейчас работает эскаватор, ровняет землю. После начнут заливать фундамент. Таких зданий будет пять. В каждом один из периодов нашей истории. Начинают с древних времен. Здание, фундамент которого сейчас готовят, будет самым большим. Построят и цокольный этаж специально для музейных архивов. Некоторые выставки в историческом квартале будут интерактивными. Сенсорные варианты. Подходишь, нажимаешь и появляется что-то отражающее сюжет вот этого зала. Вы нажали на кнопку, включили и посмотрели, какое вооружение было, какие основные битвы были и так далее. То есть, включая даже какие-то кадры из фильма. А здесь все о Великой Отечественной войне. В центре экспозиции ДОТ, который сохранился еще с 30-х годов прошлого века. Его восстановят. А рядом с ДОТом будет выставка военной техники. Здесь выроют траншеи. По ним можно будет пройти к сооружению и выставке. На данной локации будут отрыты траншеи, укрепленные, у которых будет соответствующая одежда. То есть, это стенки из бревен, либо из камыша, либо из хвороста. Так как это все описано в наставлениях периода войны. Будет площадка для миномета 82ММ, площадка для ПВО, то есть для зенитного пулемета. Будут пулеметные площадки, обычные по пулемету «Максим». За высоким забором место истории. Это потом. Пока стройка завершить должны в этом году. В 2023-м завезут экспонаты и откроют музейный квартал для всех. Продолжение следует...